Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 24 апреля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. В этом выпуске мы расскажем, что происходит на рынке зерна, как изменится наша жизнь с единым реестром контрольных мероприятий и почему только 8% фермеров получают господдержку. Экспорт зерна из России может восстановиться в июне. Такое заявление сделал глава аналитического центра Росагротранса Игорь Повенский. Сейчас экспортная активность трейдеров очень низка из-за гигантской пошлины в 50 евро. Однако со 2 июня механизм расчета пошлины изменится. И, судя по нынешним котировкам, пошлина на пшеницу даже немного уменьшится. Сегодня экспортеры с каждой тонны пшеницы платят 50 евро. Если бы в настоящий момент действовала гибкая пошлина, то, по данным Минсельхоза, сбор бы составил 52,7 доллара. Это почти 44 евро. То есть где-то на 6 евро меньше, чем платят экспортеры сейчас. А вот гибкая пошлина на ячмень, напротив, была бы разорительной. Она бы составила 38,7 доллара или 32 евро. Сейчас же экспортеры платят всего 10 евро с тонны ячменя. В апреле, по прогнозам Павенского, на экспорт уйдет всего 1,7 млн тонн зерна. Из них 750 тысяч тонн пшеницы, 700 тысяч тонн ячменя и около 250 тысяч тонн кукурузы. То есть фактически экспорт ячменя сравняется с экспортом пшеницы. А вообще в этом сезоне экспорт ячменя увеличился на 72% по сравнению с прошлым годом. Тогда как экспорт пшеницы вырос всего на 19%. Важный вопрос, конечно, сколько будет стоить пшеница в июне, когда экспорт восстановится. На мировых площадках цена на эту зерновую культуру немного подросла. Рынок напуган возможной засухой в Европе и США, а также активностью со стороны Китая. Павенский отмечает, что индикативные экспортные цены спроса на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне выросли до 200 долларов за тонну ФОП. Цена пшеницы нового урожая повысилась до 235 долларов за тонну. Рост где-то в районе 5 долларов за неделю. Если вы следите за нашим каналом, то наверняка уже посмотрели видео, где Александр Затонский из компании Глинкор говорил, что 230-235 долларов за тонну – это как раз ожидаемая цена на пшеницу нового урожая. За вычетом пошлины закупочная цена составит где-то 210 долларов за тонну. На внутреннем рынке, по данным Русагротранса, пшеница четвертого класса подешевела до 14 300-14 500 рублей за тонну. В прошлом году, в это же самое время, цена составляла почти 16 000 рублей. На малой воде закупочная цена в районе 14 000 рублей без НДС. Теперь несколько коротких новостей о пассивной кампании. На юге России полевые работы слегка затянулись. По приятной причине шли обильные осадки, которые не позволяли выйти в поле. По данным Росгидрометцентра, на юге Крыма, в Ростовской области, а также в западной части Северокавказского федерального округа, за эти 10 дней выпало от 15 до 40 мм осадков, а местами и до 60 мм. Мы ожидаем, что в ближайшие дни погода наладится, и все, кто не успел подкормить, посеять, побороться с сорняками, смогут это сделать. На Кубани в этом году на 5% увеличатся посевы сои. Культура займет более 170 000 гектаров, что на 7 000 гектаров больше, чем в прошлом году. На 88% будут использованы семена отечественной селекции. Интерес к сои объясняется просто. В этом году аграрии могут рассчитывать сразу на две субсидии. На элитное семеноводство, а также на стимулирование производства масличных культур. Приступила к Севу Волгоградская область. Здесь яровые будут размещены на площади 1,5 млн гектаров. Когда-то регион сейлы больше, но из-за особенностей климата пришлось аграриям сместить долю посева в сторону азимых культур. Эта же тенденция характерна и для Ростовской области. Но она, к сожалению, обернулась у нас с не очень хорошими последствиями. В прошлом году азимы были посеяны на рекордной площади 2,903,000 гектаров. Понятно, что где-то 20-30% пшеницы пришлось разместить по колоссовому предшественнику. Известный донской селекционер, член-корреспондент Рана Анатолий Гробовец отметил, что именно на таких полях на севере области началась в первую очередь массовая гибель азимой пшеницы в фазе одного-двух листьев. То есть вот этот колоссовой предшественник помешал нормальному развитию посевов. Замминистра сельского хозяйства Ростовской области Дмитрий Репко отметил, что сейчас в Ростовской области гибель азимых достигла 34 тысяч гектаров и возможно вырасти до 60 тысяч гектаров. Но хуже всего обстоят дела в Воронежской области. В прошлом выпуске мы говорили о проблемах на 30% пассивных площадей. Департамент аграрной политики региона на днях скорректировал цифры и сообщил, что 464 тысячи гектаров находятся в очень плохом состоянии. Пересева требует порядка 186 тысяч гектаров. Но надеемся, что аграрии найдут хорошую страховую культуру для того, чтобы эти площади не пропадали даром. В Ростовской области в этом году аграриям начнут выплачивать субсидию на внесение фосфорсодержащих удобрений. Об этом на съезде регионального зернового союза рассказал замминистра сельского хозяйства Дмитрий Репко. Выделяется 100 миллионов. На следующий год ее планируется расширить. Ежегодно выделять по 500 миллионов рублей. Она будет направлена на компенсацию части затрат на внесение фосфорсодержащих удобрений на почвах низкого и очень низкого содержания подвижного фосфора. Фосфорное удобрение, она будет по ставке на 1 гектар, 2000 на 1 гектар. 2000 на 1 гектар возмещение. Но это около 30%. Так что, если ваши почвы бедны, имейте в виду, что можете претендовать на вот такой вид господдержки. Кроме того, в Донском Минсельхозпроде мы предполагаем, что и в других регионах сейчас принимают документы на выплату субсидий мукомолам и хлебопекам. Мукомолу смогут получить компенсацию затрат на покупку пшеницы, которая была куплена с 1 февраля 2021 года. Размер субсидий 2168 рублей за тонну. Производители хлеба получат компенсацию на тонну, произведенной с 1 февраля продукции. Поддержка равна где-то 2020 рублей за тонну. А вот в целом по России ситуация с господдержкой аграриев невеселая. Так называемую несвязанную или погектарную субсидию в прошлом году получила всего 8,2% фермеров. В 2019 году субсидия досталась 8,7% фермеров. То есть тоже очень малому количеству. Эти цифры в своем докладе президенту России назвал бизнес-омбудсмен Борис Титов. В части регионов несвязанная поддержка для растеневодов не предусмотрена вовсе. Это, например, касается Ростовской области и Краснодарского края. А в других регионах к фермерам предъявляют повышенные требования. Например, в Тамбовской и Владимирской области требуют страховать посевы, чтобы получить погектарку. В Воронежской области предлагают гипсовать посевные площади. А в Карачаево-Черкесии требуют обязательно проводить комплексное агрохимическое обследование. Льготное аккредитование от коммерческих банков, сообщает Титов, еще менее доступно. По данным Минсельхоза России, в 2020 году его сумели получить только 4% из всего числа зарегистрированных крестьянско-фермерских хозяйств. Проблемы с господдержкой фермеров особенно остры на фоне сезонного роста цен на материально-технические ресурсы, отмечается в докладе Титова. За последние 5 лет количество сельских жителей сократилось более чем на миллион, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2015 году на селе проживало 38 миллионов, а к 1 января этого года всего 36,9 миллиона человек. Спикер отметила, что власти просто обязаны переломить тенденцию убыли сельского населения. Для развития страны важно сохранить каждый поселок, деревню, подчеркнула Матвиенко. Она указала, что необходимо повышать уровень жизни на селе, создавать условия для занятости, сглаживать диспропорции в развитии городов и сел. Но между тем, на программу комплексного развития сельских территорий дополнительные деньги правительство так и не нашло. В этом году на село выделили всего 34,7 миллиарда рублей, тогда как в паспорте программы было заложено финансирование на уровне 160 миллиардов рублей. В России появится единый реестр контрольных надзорных мероприятий. Он будет интегрирован в портал Госуслуг и заработает уже с 1 июля 2021 года. С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут плановые мероприятия в этот реестр. Через личный кабинет на сайте Госуслуг предприниматель сможет отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть их результаты и принятые решения. Кроме того, некоторые виды контроля, пока еще список мы не знаем, можно будет обжаловать в досудебном порядке. По идее, эта новость должна существенно облегчить жизнь всех, кто живет на селе и работает, ведет бизнес. По традиции, закончу выпуск неплохой новостью. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в 2020 году выбыл из стройки самых богатых министров страны. Это следует из отчета о его доходах. Патрушев в 2020 году заработал 133,1 миллиона рублей. Это в 13 раз больше официального дохода президента России Владимира Путина. Всего в 2020 году было 247 рабочих дней. Мы прикинули и решили, что если предположить, что господин Патрушев не трудился по выходным и не работал в государственные праздники, то его доход в среднем за один рабочий день составлял 538 тысяч рублей. На этом наш выпуск завершен. Желаю всем быть такими же успешными в бизнесе, как Дмитрий Николаевич. Но если по каким-то причинам у вас это не получается, если есть острые темы, которые вы хотите осветить, пишите нам на почту info.sobaka.agrobuk.ru Всего доброго, до следующей недели!